Кассета шестая В сомнамбулическом, как и в обыкновенном, мысли наши не остаются абстрактными, но переходят в представление вещей. Дальнейшее доказательство того, что все различие между видениями обыкновенного сна и сна сомнамбулического количественное, состоит в том, что в обоих случаях являющиеся с новицу образа обыкновенно отличаются одним и тем же характером. И в сомнамбулизме они бывают часто аллегорическими, и здесь часто имеют место драматическое раздвоение индивидуума, а именно, когда возникающие у сомнамбул мысли влагаются ими в уста говорящего, с ними во сне постороннего лица, в чем они уподобляются чревовещателям, и когда им кажется, что все возникающие, несомненно, в них самих представления приходят к ним непрошенными извне. Вся история болезни вдовы Петерсон аллегорически воспроизведена ею во сне и в непрерывном ряде образов. Она предвидит различные состояния, через которые придется пройти ей в течение ее болезни, но она узнает будущее своеобразно и аллегорично, а именно, ее сопровождает голубка, предсказывающая ей ее будущее или своими поступками, или прямо словами, или посредством приносимого ей в клюве письма. При такой драматизации автодиагноза сомнамбулов часто имеет место, не раз служившее поводом к суеверию появлению их руководителей и духов-хранителей в их сне. Если сомнамбулов созерцает в образах будущее течение своих болезней и нередко определяет степень, имеющая произойти для них от магнетического их лечения пользы, то, с другой стороны, они могут созерцать в образах и то, что произошло бы с ними при отсутствии такого лечения. Так, одна больная объявила, что если бы не магнетическое лечение, то у нее от сильного прилива крови лопнул бы один из больших кровеносных сосудов, что произвело бы у нее паралич, от которого она бы умерла через год. Другая видит, что при отсутствии магнетического лечения она умерла бы через 18 месяцев, так как у нее появилось бы 5 неизлечимых нарывов. Очевидно, что такие предсказания не подлежат проверке. Почему имеет ничтожное значение? Но самнамбулы видят, хотя далеко не одинаковой ее ясностью, не только последствия, но и причины своих болезней. С одной стороны, часто ли причины только инстинктивно ими чувствуются? А с другой, часто они видят находящийся внутри их организма, причиняющий им раздражение посторонний предмет. Таким образом, самнамбула Кернера видела, как по неосторожности проглоченный ей за несколько лет перед тем кусок перламутра врастал в ее желудок, а затем, как он по мере лечения постепенно выходил из него и дал 7 трещин. При испражнении действительно у ней вышло 7 перламутровых кусков. Часа самнамбула видит повод к своей болезни в том, что имело место в их далеком прошлом. Пример, чего представляет одна самнамбула, приписавшая свои многолетние головные боли и спугу, испытанному ею 15 лет назад при падении ее брата в закрытые колодецы. Кто и после всего сказанного продолжал бы настаивать на абстрактном способе познания самнамбула, то есть утверждать, что они благодаря своей усиленной способности восприятия могут делать логические заключения от данного состояния своего к его прошедшей причине и будущим следствиям. Тот не достиг бы своей цели сведения своеобразного явления ясновидения самнамбул на степень излишней гипотезы, так как предсказания их нередко простираются на такие события, которые хотя и лежат на жизненном пути их, но не подготовляются к жизни их организмов, а порождаются приходящими извне случайностями. Самнамбуле Мельснера приснилось, что она качается на волнах и из всех сил старается не утонуть в них. На другой день с ней случился обморок в купальне, и так как она была одна, то ей грозила опасность утонуть. Другой самнамбуле приснилось, что к ней подходит какой-то незнакомец с вопросом, «Как долго ты больна!» И что затем он делает над ней в направлении от головы к ногам магнетические пассы. Через три дня она была позвана в дом священника, где исполнилось то, что видела она благодаря своему двойному зрению. Одна самнамбула по имени Гортензия предсказала во сне, что ей угрожает в определенный час падения. В указанное ей время при ней находились для предупреждения опасности муж ее и доктор. Так как ей понадобилось выйти из комнаты, то муж взял ее под руку, но при этом вдруг подлине ее пробежала крыса, и она с криком упала на землю. Некто подобное сообщает и член медицинского совета Клейн, а самнамбуле Августе Мюллер. Января 14 дня 1817 года она объявила своему магнетизеру, что 12 февраля в 3-4 часа по полудни она, если не просмотрит за нею, проглотит иголку. Поэтому в указанный ей день ее не спускали с глаз и удаляли от нее все иголки. Несмотря на это случилось так, что она встала и, повернувшись спиной к наблюдавшим за нею лицам, отправила в рот скользнувшую у нее меж пальцем золотую швейную булавку, хотя затем и удаленную ею кашлем, но оставившую у нее на язычке царапину. Такого рода случаи, которых можно было бы рассказать сколько угодно, в достаточной мере доказывают то, что предсказание самнамбул основывается ни на чем ином, как на ясновидении, с логическими же операциями ума не имеет ничего общего. Но у большинства самнамбул в поле ясновидения их ограничивается развитием их болезней, не распространяясь на факты, порождаемые случаем. Например, это имеет место относительно одного из наблюдавшихся врачами, членами Парижской академии самнамбула, предсказавшего ряд своих эпилептических припадков, из которых не воспоследовал только последний, а именно по причине случайного события, имевшего место до наступления предсказанного времени его, и состоявшего в том, что самнамбул был убит, мчавшийся мимо него лошадью, которую он пытался остановить. Этим сама природа указывает нам на то, что по собственному убеждению самнамбулы могут давать показания только насчет своих болезней. Поэтому врач должен ограничиваться доведением до сознания самнамбул того, что, так сказать, вертится у них на языке, то есть должен поставлять себя в такое же к ним отношение, в каком находился своими ученикам Сократ, считавший себя повивальными их в интеллектуальном отношении бабкою. Кто добивается от самнамбул ответов иного рода, тот занимается передачей им своих собственных мыслей, то есть занимается, не сознавая того, чем-то вроде чревовещания, или вызывает в них чуждую им, и во всяком случае вполне неспособную привести к желаемым результатам рефлексию. Такие старания могут даже доводить самнамбул до умственного расстройства. 4. Определение самнамбулами чужих болезней Основываясь на исследованиях занимавшихся этим предметом врачей, можно вывести правило, что способные к внутреннему самосозерцанию самнамбулы способны вообще видеть и внутренний организм постороннего им человека. Что касается факта обладания самнамбулами этой способностью, то мы сошлемся прежде всего на отчет Парижской медицинской академии, в котором говорится следующее. Замагнетизированный субъект, погрузившись в самнамбулический сон, судит о болезни лица, с которым вступает в магнетическое отношение, определяет характер его болезни и подает ему врачебную помощь. Гален, обязанный по собственным его словам частью практических познаний своих наблюдением своим над людьми, находившимися во сне, говорит о прозорливости своих заключений относительно будущего течения болезней своих пациентов так, что они напоминают собой предсказания, делаемые ясновидящими самнамбулами. По-видимому, совершенно здоровому сенатору Сексту он предсказал, что тот заболеет через три дня лихорадкою, что на шестой день она его отпустит, на четырнадцатый опять возвратится, наконец на семнадцатый, после общей критической испарины, совершенно прекратится. Все это исполнилось в действительности. Одному страдавшему лихорадкой молодому римлянину он отсоветовал рекомендованное другими врачами кровопускание, присовокупив, что у него само собой произойдет излево-назри кровотечение, за которым и последует выздоровление. Кто захотел бы приписать такое предсказание Галена высокому медицинскому образованию его, тому можно указать на заслуживающее доверие сообщение Картезии, что две истеричных девочки предсказали друг другу наступление кризиса своей болезни. В Меркурде, Франц, сентябрь 1720-1828 год рассказывается о двух приобретших большую известность диагнозами своими португальских девушках. Одна из них была высоко почтена португальским королевым, получала пенсию. Она видела, как совершаются в человеческом теле процессы кровообращения и пищеварения, и определяла такие болезни, которых не могли постигнуть искуснейшие врачи. Что касается новейшего времени, то вот что пишет Дарову Людвиг фон Фосс. Не смейтесь надо мной, если я скажу вам, что могу угадать, где, на диване или на стуле, сидело известное лицо полчаса назад, особенно если это лицо очень живого темперамента. Вчера я угадал, что один господин пришел издалека и очень устал, благодаря его влиянию на меня. Я чувствовал всем своим существом, что он после полудня очень много занимался счетоводством, так что выбился из сил. В моем существе развилась чудесная и вместе с тем несчастная способность усматривать в находящихся в самом спокойном состоянии и людях все страдания и слабые стороны их. И видеть, как во время мышления постороннего мне человека в мозгу его приходит в деятельность малейшая фибра. На улице я должен далеко обходить людей, особенно находящихся в болезненном состоянии. Примеры необыкновенного развития способности самнамбул созерцать внутренний организм постороннего им лица. Можно найти у английского врача Гэддока. Если пациенты пожелают лично быть исследованными Эммой, говорит она в своей самнамбуле, то я настоятельно прошу их до тех пор ничего не сообщать мне о своем здоровье, пока ясновидящие не произведет над ними своего исследования и не опишет внутреннего состояния их организма и симптомов их болезни, так как нередко случается, что они выражают свое удивление, когда слышат от нее, с какой точностью она описывает эти симптомы и с какой правильностью указывает место или определяет часы периодического наступления их страданий. Хотя ни я, ни она не слышали от них ни слова о всем этом. В двух или трех случаях Эмма на своей собственной голове заочно указала место страдания умалишенных, а я, основываясь на ее показаниях и на френологических данных, отважился сделать заключение относительно главных симптомов их болезни. Заключения мои, как подтвердили, пользовавшие больных врачи, оказались верными. Нередки такие случаи, когда правильность диагнозов, даваемых сомнамбулами, подтверждалась вскрытием трупов. Разумеется, это исключительно основывающиеся на внутреннем созерцании. Но отнюдь не на абстрактных анатомических и физиологических сведениях о человеческом теле диагнозы не могут отличаться такой научной точностью и такой определенностью выражений, какими отличаются медицинские заключения, даваемые на основании анатомических вскрытий. Но опытный врач может извлечь и из них в пользу. А одна, замагнетизированная, с целью получения от нее показаний относительно состояния здоровья ее матери сомнамбула, по фамилии Лажандре, дала такой диагноз. Правая легкая сморщена и сдавлена, облечена тягучей и клейкой оболочкой и плавает в водянистой влаге. Эта легкая уже не дышит, она умерла. В околосердечной сумке находится некоторое количество воды. После того, как, согласно предсказанию сомнамбула, на другой день умерла ее мать, врачи Друзар и Моро, секретарь Королевской медицинской академии, произвели вскрытие трупа, и оно вполне подтвердило выше приведенный диагноз. Если внутреннее самосозерцание сомнамбул основывается на восприятии ими от своего организма впечатлений, воспринимаемых ими не во время нахождения их в нормальном состоянии, то способность их видеть чужой организм должна основываться еще на более сильном перемещении порога их сознания и большем обнаружении трансцендентальной половины их существа. Если мы, допустим, теперь на что имеем право, что восприятие сомнамбулами впечатлений, исходящих от чужого организма, основывается на материальном воздействии на них, некоторого тонкого газообразного вещества, то такая их способность ясновидения утратит всю свою чудесность и будет такой же обыкновенной психической способностью, как и остальные психические способности наши, с той только разницей, что во время нахождения человека в нормальном состоянии, это его способности для обнаружения своей деятельности не достает психического субстрата и ее сознания. Трансцендентальное наше и находится в ином отношении к внешнему миру, чем наше я эмпирическое. Оно представляет как бы приложение нашего эмпирического я, корень нашего существа, отношение которого к внешнему миру начинает восприниматься нами только тогда, когда жизнь наша из надземных частей нашего существа, нашего эмпирического я, ствола его, и чувственного нашего сознания и его цвета снова уходит в его корень. Это иное отношение наше к внешнему миру принято называть магнетическим отношением. Магнетическое отношение Саммнамбл к внешнему миру направляется прежде всего на их магнетизера, так как, по-видимому, им легче всего видеть его внутренний организм. Саммнамбла Ван Герта залилась слезами, когда сравнила внутреннее состояние организма своего с внутренним состоянием организма своего магнетизера, все органы которого она признала вполне здоровыми. Затем магнетическое отношение Саммнамбл распространяется на лица, с которыми они связаны узами любви и симпатии. Они охотно занимаются своими друзьями и стараются увидеть внутренний организм их, чтобы подать им помощь. Однако магнетизер может сообщить этому отношению любое направление. Причем тот случай, когда сообщение магнетическому отношению определенного направления производится путем прикосновения или при помощи материального проводника, например, волоса, служит доказательством того, что саммнамбулическое ясновидение вызывается материальным воздействием. В основании магнетического воздействия внешнего мира на человека должен лежать некоторый материальный деятель, для восприятия деятельности которого у нормального человека не имеется соответственного чувства. саммнамбула Ван Герта, между которой и всяким бравшимся на любом от нее расстоянии за проведенный от нее шнур больным, устанавливалась магнетическое отношение, испытывала на себе болезнь прикасавшегося к шнуру лица и могла совершенно правильно и подробно объяснить, в чем состоит эта болезнь, какова причина ее и какой употреблялся до то ли метод лечения. Профессор Мэя сообщает следующий интересный с ним случай. Из Бапара, говорил он, я послал одному проживающему в Париже и находившемуся в приятельских со мной отношениях американцу срезанную у себя с головы и завернутой во взятую у себя на столе пищу и бумагу полковник Уэс прядь волос. Американец не знал полковника даже по имени, а следовательно не имел никаких данных для заключения о том, кому принадлежали волоса. Его задача, которую и выполнил в точности он, состояла в том, чтобы вручить бумагу с волосами одной парижской самнамбуле. Далее Мэя говорит, что эта самнамбула дала совершенно правильные показания, и что это показание состояло в том, что полковник страдает параличом бедр и лядвий, да сверх того еще и другую болезнь, против которой он употребляет обыкновенно один хирургический инструмент. Когда в Сальпертьере в Париже для определения болезни одной особой погрузили в сон самнамбулу, то она еще до прибытия больной пришла в сильное возбуждение и отказалась дать диагноз в ее присутствии. Когда же больная удалилась самнамбула в противность медицинскому диагнозу, состоявшему в том, что у нее грудная болезнь, констатировала у нее болезнь сердца и предсказала, что на четвертый день у нее будет сильное кровотечение, а на девятый она умрет. Это предсказание самнамбула исполнилось в точности, диагноз оказался правильным. Интересен диагноз знаменитого в свое время самнамбула Алексиса, сделанный им по просьбе столь же знаменитого престизий жатора Гудена, обродившегося с нею к Алексису с полной уверенностью, что будет иметь дело с человеком одинаковой с ним профессии, которого и удастся ему изоблющить в плутовстве. Он принес Алексису волоса своего сына. Алексис определил верно возраст последнего и прибавил, что у него боль в правой стороне тела. Но затем сейчас же взял свои слова назад и сказал, что эта боль должна быть у самого Гудена, о чем он знает, благодаря тому, что Гуден прикасался к волосам сына. Что же касается сына, то Алексис объявил его совершенно здоровым, и прежде чем отец возразил ему, прибавил, что так беспокоящий его вследствие опасений докторов за бельмо, легкая опухоль на правом глазу, его сына, вполне безопасно. Читатель не пожалеет о потерянном времени, если прочитает всю историю отношений Гудена к Алексису. Она кончилась тем, что знаменитый престидежатор, после многофисленных искусств, которому подверг самнамбула, объявил, что в целом мире не может отыскать фокуси, который был бы в состоянии проделать то, на что способен этот самнамбул. Если скажут, что мнение фокусника не имеет здесь никакого значения, и что в деле суждения о таком предмете могут быть названы компетентными людьми только люди ученые, то на это я скажу, что это еще вопрос, кого в данном случае считать компетентным. В настоящее время трансцендентальную психологию можно обрисовать только в общих чертах, а законы самнамбулизм нам еще мало известны. Ни новость ни для кого, что со временем эсмера, то есть целое уже столетие официальная наука держалась в стороне от изучения самнамбулических явлений, априори объявив их невозможными, а значит не существует и компетентных в области самнамбулизма ученых, да такие ученые нескоро и появятся, так как известно, что та же официальная наука только в последнее время благодаря сеансам магнетизера Ганзена начала пробуждать от своей догматической спячки. Впрочем, кто считает самнамбулическое ясновидение невозможным и смотрит на него как на плод досужего воображения, тот со Ирзо должен наделять фокусников титулом компетентных судей в решении вопроса, о котором идет речь, а следовательно мнение Гудена придать большее значение, чем мнение любого ученого. Чтобы привести еще один пример правильного диагноза самнамбулов из недавнего прошлого, укажем на случай, который имел место с президентом Мюнхенской оберконфесстории доктором фон Гарлисом, и против которого, конечно, нечего будет сказать даже записному скептику. Когда у его жены в Лейпсике явилась подозрительная боль в позвоночном столбе, то коротко знакомый с ним профессор Линднер, без ведома Гарлиса, который не согласился бы на это, обратился за советом относительно ее болезни к одной жившей в Дрезне Сомнамбуле. По возвращении своем говорит Гарлис о Линднере, он сообщил мне следующее. Он спросил у Сомнамбула, может ли она как-нибудь духовно перенестись в комнату одной больной в близлежащий известный ей город. Она ответила, что может, если ей будет указан признак, по которому она могла бы отличить дом, где находится больная, а других с ним соседних. На это он ответил, что дом этот легко отвесить по следующим двум приметам. Он стоит против дома церковного хора наискось, и как раз против него находится единственный в этой улице насосный колодец. Эти указания были признаны Сомнамбула достаточными. Немного погодя, она сказала, что нашла дом, видит и комнату, в которой находится больная. Теперь она как раз страдает припадком своей болезни, и не то сидит, не то лежит на софе. Тут она описала комнату и костюм пациентки. Это описание, насколько о том мог судить, спрашивавший, было верно. Затем он спросил, может ли больная выздороветь. На это последовал ответ, что это легко может стать, и что болезнь произошла от простуды и прочее. Для нас не отзывается мистика и принимается нами за веру утверждение астрономов о существовании некоторого материального деятеля, называемого эфиром, и служащего посредником отношений между человеческим глазом и какой-нибудь отстоящий от него на сотни биллионов миль неподвижной звездою. А между тем мы считаем мистическими бреднями разговор о материальном посреднике магнетического отношения и недовольствия с голословными утверждениями требуем, чтобы существование такого посредника было доказано нам физическими приборами, упуская при этом из виду то, что находящееся под порогом нашего сознания наше Я связано с внешним миром гораздо большим числом нитей, чем наше Я, нами сознаваемое. Что действительно существует некоторый материальный деятель, служащий посредником магнетического отношения, которое теперь кажется нам мистическим, но для которого когда-нибудь будет изобретен своего рода спектроскоп. Это доказано многофисленными наблюдениями. Пи-Сигир рассказывает об одной сомнамбуле, которая достаточно было обойти вокруг одной неизвестной ей, и даже ему самому больной, чтобы сделать совершенно правильное определение ее болезни. Но всякое сомнение в существовании такого материального деятеля должно исчезнуть ввиду многочисленных случаев, когда при таком интуитивном созерцании органа постороннего лица духовно берется на себя и чувствуется созерцателем болезнь этого лица. Это явление послужило основанием к делению сомнамбулов на интуитивных и сенситивных, делению очевидно чистое количественному и потому несущественному. Вот что говорит о своей сомнамбуле Шапаре. Чтобы исследовать болезнь и прийти к заключению о степени ее излечимости, ясновидящая должна была всякий раз сама духовно войти в больной индивидуум и духовно взять на себя все его недуги и страдания. По достижении такого состояния она видела в своем собственном теле имевшая место в чужом организме болезненные изменения, определяла обусловленный ими метод лечения, предписывала приличную болезнь диету и соответствующую характеру болезни лекарства. Но такое вхождение в чужой организм всегда действовало на нее расслабляющим и тем и тем в большей степени чем мучительнее и отвратительнее была подлежавшая ее исследованию болезнь, хотя из-за помощи больному она готова была на всякую жертву. Недавно погрузившись в сон она начала кашлять. Чем дальше тем сильнее становился кашель наконец она раскашлялась так, что начала жаловаться на мучительные в груди колики. Тогда мне стало ясно что это явление вызывается подобной же болезни находившегося в магнетическом с нею отношении, хотя и жившего в то время за 10 миль от нее врача, что вскоре подтвердилось. Очень сведущий в этом деле Брамин Фария объясняет вышесказанным отвращение самнамбулов к определению заразительных болезней и утверждает, что когда в памяти находящегося в своем сне самнамбула удается запечатлеть образ больного, то он узнает такого больного при случайной встрече с ним. Такая способность самнамбула чувствовать болезнь находящихся с ними в магнетическом отношении посторонних лиц подтверждается и Вернером, в ниже приведенном рассказе которого магнетизер является посредником восстановления отношений между больным и самнамбулой. «Все производившиеся мною, говорит он, в течение болезни опыта магнетизирования других лиц, узнавались и мучительно чувствовались ей в первый же после этих опытов кризис ее. Однажды лечившаяся у меня родственница моя заболела такой сильной головной болью, что ее несколько раз вырвало. Я положил ей руку на лоб и теме и тем значительно облегчил ее страдания ей. На следующий день я получил от Эр за это выговор, так как по милости возложения мною рук на больную, ей самой пришлось испытать на себе головную боль последней. На эту боль жаловалась она весь день, следовавшей за кризисом. Так как у многих самнамбул определение чужих болезней основывается на чувствовании этих болезней, то отказ их от такого определения представляет нередкое явление. Они неохотно исследуют чихоточных и с ужасом сторонятся эпилептиков и сифилитиков. Фи Сигер сообщает о плохих для одной самнамбул результатах предпринятого ей исследования эпилептической болезни одной девушки и приводит заявление этой самнамбулы, что если бы прикосновение ее к больной продолжалось с долей, то хотя дурное влияние их на нее усилилось бы, но больная совершенно выздоровела бы. Это напоминает известное в средние века трансплантация морборум. Конечно, самой замечательной из всех известных самнамбулов была приворская ясновидящая девица Гауфе. И сообщение о Гауфе может заключить, что она была не только интуитивной, но и сенситивной самнамбулой. Вот что говорит о ней Кернер. Она отличалась такой тонкой относительно чужих болезней чувствительностью, что путем одного только приближения, а тем более прикосновения к больному, не слышав от него ни одного слова о его болезни, то чай же испытывал на себе те же, в той же области тела и в том же месте его, как и он ощущение и к величайшему удивлению его, могла подробнейшим образом рассказать ему о всех его страданиях. Вместе с физическим состоянием больного она чувствовала его состояние психическое, особенно же внезапно являющееся настроение радости, печали и прочее. Физическое состояние больного отражалось на ее теле, психическое на ее душе. Однажды вечером продолжает Кернер. К нам приехала из Герпенгена совершенно незнакомая нам диканша Бург и, страдая болей в области печени, обратилась ко мне с просьбой предоставить ей возможность быть исследованной и бодрствующей Гауфе, причем не сказала мне о состоянии своего здоровья, кроме вышеупомянутого, ни одного слова. Чтобы услужить диканше, я повез ее к Гауфе. Последняя ощупала ей живот, сильно покраснела и сказала, что чувствует сердцебияние и боль в области печени, но что ее сильно встревожило, так это то, что она вдруг почти ничего не стала видеть правым глазом. Бург пришла в удивление и сказала, что она уже много лет почти ничего не видит правым глазом, о чем она, будучи конечно уверена, что эта застарелая неизлечимая болезнь даже и не заикнулась мне ранее. Я же не произведший тщательного исследования этого недостатка ее, зависевшего от паралича зрительного нерва, не мог знать о нем ничего ровно. Между тем, Гауша в течение нескольких дней была больна полной слепотой правого глаза, за расчет которого, как это бывает при темной воде, утратил всякую раздражительность. Только постепенно, благодаря тому, что ей ежедневно по несколько минут смотрели пристально в больной глаз, она приобрела опять способность им видеть. С сентября пятого дня 1827 года, говорит еще Кернер, я дал Гауфа в руку ленту с вышитым на ней именем одной больной, которая, по всей вероятности, сама же сделала на ленте вышивку и прикасалась к ней или носила ее на себе до отсылки ее из-у места своего жительства. Не успела Гауфа продержать ленту в руке и нескольких минут, как за ним могла, у нее появилась тошнота, удушья и сильнейшая рвота. Затем она почувствовала сильную боль в костях левой ноги, нытье в груди и какое-то особенное раздражение язычка. Вскоре все эти болезненные симптомы исчезли, но тошнота и страшные удушья продолжались. Потребовалось неоднократное мытье руки, державшей ленту, но ничто не помогало. Пока она сама не нашел полный столбняк и она погрузилась в мнимую смерть. Когда я в шесть часов вечера получил швабский меркурий, то прочитал в нем, что особо ленту, которой держал в руках Гауфа, умерла за несколько дней до этого. Ван Гельмонт, так Кернир заключает свой рассказ, говорит об одной женщине, заболевавшей сильными припадками ломоты в костях всякий раз, как она садилась на стул, на котором сидел умерший пять лет тому назад брат ее. Как и внутреннее самосозерцание, внутреннее созерцание чужого организма, бывает критическими, нередко сопровождается как открытием причины, так и предсказанием будущего хода болезни его. Одна сам была на вопрос, предложенный ей ее отцом относительно болезни его, помешанной тетки, сказала, что больная 12 или 13 лет тому назад упала с верхней ступеньки лестницы, что и было первоначальной причиной ее болезни. Хотя отец не мог припомнить этого случая, но расспросы домашних подтвердили его действительность. Самнамбула Бертрана сказала одному приведенному к ней больному, что рана на его голове произошла, как она и оказалась в действительности, от проникшей ему в рот, выбившей ему зубы и вышедшей через заднюю часть его шеи пули. Вот что Александр Дюма в 13 книге своих мемуаров, равнодоктор Фодере в своей пневматологии. Рассказывает об одной молодой даме, погруженной в сомнамбулический сон с целью определения болезни ее матери.